Андрей вышел из офиса агентства недвижимости. В сумке документы на квартиру, задаток и паспорт. Завтра он принесет две справки и состоится сделка продажи. Андрей не знал, что работник агентства передал информацию бандитам, и те уже ждали его у выхода. Трое неторопливо шли следом, имитируя спор о том, какое пиво лучше. Они знали, где он живет, и поэтому не торопились, выжидая, когда Андрей войдет в проходной двор. Ему захотелось курить. Он достал зажигалку и, прикрыв огонек ладонями от ветра, стал прикуривать. Трое как будто проходили мимо. Андрея ударили чем-то тяжелым по голове. Вспышка боли в глазах потемнела. Сплошная темнота вокруг. Андрей не ощущал своего тела. Вообще ничего не чувствовал. Даже боли. Мысли стелились, как пух, неторопливо опадающий с деревьев. Странно. Ничего и никого нет. Нет боли, ощущения тела. Нет даже страха, словно в воздухе завис. На смерть это было не похоже. В книгах и фильмах описывали туннель со светом в конце, а тут сплошной мрак и тишина. Андрей решил, что его не закопали заживо, иначе он ощущал бы свое тело и запах земли. Что-то тут не так. Должно быть объяснение всему этому. Я умер? Нет. Кто ты? Это не важно. Главное, что я не твой бред или кошмар. Я существую сам по себе, но нахожусь везде. Ты — Бог? Лесное обозначение. Но я не он. Я всего лишь часть его. Как и ты. Можешь называть меня проводником? Ладно. Проводник. Где я? И почему не ощущаю тело? Ты — в небытии. Это ничто. Потому что обозначение этого пространства не подпадает ни под одно определение материального мира, в котором ты жил. Жил? А сейчас я там не живу? И да, и нет. Я тут... Надолго? Здесь нет временных определений. Пребывание в небытии зависит от того, насколько осознаешь свою жизнь. Это как? Смотри. Чувствуй. Анализируй. Перед Андреем стали прокручиваться постыдные эпизоды его жизни. Детский сад. Компас. Новая модная игрушка. У них есть, а у него нет. Мама сказала, что на компас денег нет. Андрей украл компас у Славика. Стыдно. Потому что воровать нельзя. Второй класс школы. Двойка по математике. Подтер оценку резинкой и лезвием. Мама за это отхлестала ремнем и запретила смотреть телевизор, пока оценка не будет исправлена. Стыдно. Девушка забеременела от Андрея. Он сказал ей, что не от него. Жениться отказался. Денег на аборт не дал. Стыдно. Таких эпизодов из своей жизни Андрей увидел много. Они прокручивались, как на большом экране, один за другим. И каждый раз он испытывал стыд. Хотелось плакать. Когда показ закончился, проводник вступил в разговор. Что чувствуешь? Стыд. Стыд. И сожаление. Выводы. Вел себя неправильно. Раскаиваешься? Да. До глубины души. Если бы дали прожить еще раз, так бы не поступал. В небытии воцарилась тишина. Андрей ждал и думал, что дальше. Неужели это будет продолжаться вечность? Вспыхнул свет. Появились расплывчатые очертания фигуры с крыльями за спиной. Здравствуй. Ты ангел? Да. Что дальше? Определись, хочешь вернуться или идти дальше. Нет никаких гарантий, что пойдешь вверх, ведь ты неправедник. А грехов у тебя много, и раскаяния недостаточно. Читал я про чистилище и ад. Хочу вернуться. Зачем? Отомстить этим уродам и исправить свои ошибки. Месть многократно увеличит твою греховность. Ради нее нет смысла возвращаться. Но приятно слышать, что ошибки свои хочешь исправить. Кстати, а что ты называешь ошибками? Вел себя неправильно. Людей не любил. Завидовал. Злился. Да много чего. Из каких это пор ты людей полюбил? Когда увидел свои поступки со стороны и понял, что я один из них, а они такие же, как я. И что будешь делать, когда вернешься? Людям помогать. И как? Не знаю. Может, ты подскажешь? Придет время. Узнаешь. Андрей открыл глаза в отделение реанимации. Подошла медсестра. Вас нашли во дворе с переломом черепа. Где моя сумка? Вещей и документов у вас не было. Помните свое имя, фамилию, адрес? Да. Родственники, друзья есть? Кому сообщить о том, что вы здесь? Нет у меня никого. Я один. Где работаете? Нигде. Уволен по сокращению. Печально. И денег у вас тоже нет на лечение и лекарства. Может, кто из знакомых одолжит? Таких нет. Андрею повезло. Действовала государственная программа реабилитации. И к тому же больницу опекал благотворительный фонд за зарубежным капиталом. Через три недели, кое-как оправившись, недолечившись, он выписался и вышел на улицу с повязкой на голове. Денег, которые одолжила пожилая санитарка, хватило только на метро. Потом шел несколько километров, восстанавливая силы на лавочках остановок. Добрел до подъезда и долго ждал, когда кто-то из жильцов откроет дверь магнитным ключом. Поднялся на пятый этаж и подошел к двери соседки. Он помнил, что когда-то на всякий случай оставил ей ключи от своей квартиры. Предложила сама. «Андрей, ты человек одинокий, а вдруг плохо станет или что другое случится? Оставь мне ключи». Нажал кнопку звонка. Людмила Павловна посмотрела в глазок и после некоторого замешательства открыла дверь. «Андрей?» «Я». «Не сразу признала тебя с повязкой на голове. Что случилось? Где ты был?» «Можно войти?» «Да, конечно». Когда рассказывал, что с ним произошло, Людмила Павловна охала, тяжело вздыхала и даже плакала. «Такая вот история, Людмила Павловна. Дайте мне ключи. Хочу поесть и отдохнуть. Андрюша, ключи-то я дам, но сомневаюсь, что они подойдут к новым замкам». «Как это к новым?» «Когда не видела тебя несколько дней, забеспокоилась. Сперва звонила, не отвечаешь. Зашла в квартиру, тебя нет. Через пару дней какие-то ребята из твоей квартиры мебель и вещи стали выносить. Спросила, кто они. Один сказал, что у тебя двоюродная сестра онкологией заболела в другом городе, и чтобы собрать денег на операцию, ты квартиру продал и уехал. Сперва не поверила, как так, продал, уехал и мне не сказал. Но женщина, которая с парнями была, документы на квартиру показала с печатями, твоей подписью и нотариуса. Через день слесарь пришел и замок поменял. Больше в твоей квартире никто не появлялся». «Похоже, квартира уже не моя. Похоже на то». «Андрюша, ты в полицию иди. Может, найдут их?» «Да кто мне поверит, без паспорта и документов. Не будут они никого искать. Можно я у вас переночую?» «Да. Оставайся сколько надо». Людмила Павловна накормила его вареной картошкой и уложила спать в маленькой комнате на кровать покойного мужа. Во сне Андрей увидел ангела. «Здравствуй». «Здравствуй». «Привет». «Помнишь меня?» «Такое не забыть. Не часто ангелы являются во сне. Зачем пришел?» «Ты растерян и не знаешь, что делать дальше. Не передумал еще исправлять свои ошибки и помогать людям?» «Нет. Но как я буду это делать, если мне самому помощь нужна?» «Иди к Богу». «Это как?» «Думай». Андрей проснулся и остаток ночи размышлял над словами ангела. «Как и куда он пойдет к Богу, если даже не крещен?» Утром он пошел в полицию. Его долго держали у входа, потом следователь задавал вопросы со скучающим выражением лица. Андрей не запомнил примет нападавших. Он не помнил даже серии и номера украденного паспорта. Финал беседы в полиции был безысходным. «Если вы действительно тот, за кого себя вы даете, то продали свою квартиру месяц назад. Потом жилье было перепродано нерезиденту РФ. То есть иностранцу?» «Да». Если ангел не результат галлюцинации из-за травмы, Андрею оставалось идти только к Богу. Путь через весь город дался ему нелегко. Болела голова, ноги гудели от долгой ходьбы. Почти без сил он постучал в ворота монастыря. «Кто там?» «Помогите». Покалечили, обокрали. Без жилья остался. За еду и ночлег готов на любую работу. «Вы святую троицу веруешь?» «Да». Андрей делал все, что скажут. Убирал отхожие места, скотный двор, работал в огороде, грузил мешки с мукой, подметал и мыл. Спал в деревянном сарае во дворе. В храм некрещеного не пускали, но огласительные беседы с ним проводили. Молился непрестанно. Через месяц предался посту, после которого прошел таинство крещения. В ночь после крещения во сне явился ангел. Теперь ты готов. К чему? Будешь исцелять людей. Во время утренней службы Андрей вдруг начал видеть камни в почке отца Никодима. Больную печень послушника Антона и много чего еще. Помимо этого он знал причины болезней и как их излечить. О новых способностях рассказал своему духовному наставнику, отцу Алексию. Тот, недолго думая, ответил, что ясновидение — дар Божий, грех его не использовать. Алексий велел начать исцелять. Весть о послушнике, который лечит людей, разлетелась быстро. К Андрею выстраивались очереди. Он принимал после утренней службы в том же деревянном сарае, где и спал. Однажды пришла женщина лет сорока. Угасала, как свеча, но от красивой жизни отказываться не спешила. Дорогое платье, золото, бриллианты на шее и на руках. — Помогите. Умираю от рака. Врачи сказали, что жить осталось полгода. Отдам все, что есть. Сделаю, что скажете. Жить хочу. Когда Андрей зажег свечу и произнес молитву, ужаснулся от увиденного. — Болезнь. Кара за поступки твои. Работаешь с недвижимостью? — Да. Хозяйка агентства недавно стала. Не так давно связалась ты с плохими людьми. Они владельцев квартир калечили, убивали, документы отбирали. А ты эти документы подделывала и жилье продавала. Женщина побледнела. Ее глаза излучали испуг. — Было такое? — Было. — Пару раз. Задумывалась хоть раз, как плохо поступала. Думала, все сойдет. Никто не кинется. Только тюрьмы боялась. — Простите, помогите. Исцелите. Я все верну. Все исправлю. Не я прощаю и исцеляю. А Бог умоляю. Обещай, что раскаешься. Вернешь людям награбленное. И впредь так поступать не будешь. Клянусь. Если нарушишь свою клятву, сама знаешь, что будет. Сделаю, что смогу. И поручусь за тебя перед Отцом Небесным. Прошло два месяца. К воротам монастыря подъехало такси. Из машины вышла женщина средних лет. Простое платье, платок на голове, ни одного украшения на теле. Спросила послушника Андрея. — Вспомнила я тебя. Потому сюда и приехала. Всем вернула квартиры, даже родственникам тех, кого уже нет. Молюсь за них. Вот твои документы и ключи. Прости. Бог простит. Простит.